Всем привет, зовут меня Алена Игоревна, с вами Математитика. И сегодня мы кратко, очень кратко рассмотрим геометрическую и арифметическую прогрессии. Итак, начнем мы, как ни странно, с арифметической. Я ее выделю. Итак, арифметическая. Что в ней особенно? В ней числа увеличиваются на определенное число, на определенную разность. На, то есть плюс или минус. Арифметическая прогрессия, надо запомнить, это плюс или минус. То есть что мы делаем? Мы берем предыдущее число, прибавляем что-то, прибавляем разность прогрессии и находим последующее число. Д это у нас разность прогрессии. А формула АННН. Это то есть мы можем найти какое-то число. Какое-то не просто там, пятисотое, которое мы придумаем, а то, которое нам скажут в заданиях. Нам найти сто двадцатое. Будем искать сто двадцатое. Что нужно запомнить? Здесь важно, что такое Н. Н это порядковое число. То есть если мы ищем сто двадцатое, то мы вместо Н подставляем сто двадцать. Ищем десятое, вместо Н подставляем десять и так далее. И самая последняя формула, это формула суммы от первого, допустим, до десятого, до двадцатого, до тридцатого. До какого нам скажут, но главное от первого. Итак, Н это снова порядок, порядковое число того числа, до которого надо найти. Допустим, до пятидесяти, значит, Н равен пятьдесят. До шестидесяти, Н шестьдесят. Подставляем, но смотрите внимательно, чтобы найти сумму, нам нужно найти последнее число. О, да, надо до шестидесятого. Шестидесятое мы должны найти по этой формуле. Насчет арифметической прогрессии, я думаю, все, да, запомнили это плюс или минус. Там есть разность, Н это порядковое число. Находим какое-то число, да, которое надо и находим сумму. Итак, далее у нас идет геометрическая прогрессия. Геометрическая прогрессия. Тут тоже все достаточно просто, но вместо плюс и минуса у нас умножение или деление. То есть тут у нас буквы даже другие. Смотрите, B и Q, да, Q называется не разность уже, а знаменателем. Потому что, чтобы найти знаменатель, надо последнее число поделить на предыдущее. А чтобы найти разность, надо вычесть, да, из последнего предыдущего, так, геометрическое. Чтобы найти знаменатель, надо разделить последнее число на предыдущее. Мы точно так же можем находить какое-то число. Нам сказали сотое, найдем сотое. Сказали тысячное, найдем тысячное. Не обязательно высчитывать B1, B2, B3, да, сразу по формуле. И можно найти сумму, сумму от первого до какого нам скажут. До 50-го значит N равен 50. До сотого N равен 100. Итак, почему здесь две формулы? Они на самом деле одинаковы. Просто во второй формуле мы минус вынесли из скобок и минус вынесли из знаменатель. И минус на минус нам дал плюс, и как бы ничего не поменялось. Это для тех, кто в курсе, как выносить минус. Формулы абсолютно одинаковые. Просто если Q больше нуля, удобнее находить по первой. Если Q меньше нуля, удобнее находить по второй. Можете даже находить все по первой и все по второй. Результаты будут абсолютно одинаковые. Итак, в чем же различия? Арифметическое это плюс и минус, геометрическое это умножить, поделить. Чтобы найти разность в арифметической, надо вычитать. Чтобы найти знаменатель в геометрической, надо делить. Формулы N числа абсолютно разные, да, какое-то число. Формулы сумм тоже абсолютно разные. Эти формулы у вас должны быть записаны, чтобы решать задачки. Кстати, в справочных материалах какие-то формулы есть. Я, честно говоря, не помню. Справочными сама пользуюсь редко. Вот так. Я надеюсь, вам все понятно. Арифметическое, геометрическое. Также будет видео просто про последовательности. И в одном из следующих видео мы с вами разберем, как решать на арифметическую и на геометрическую вместе, да. То есть вместе будем находить и знаменатель, и разность. И какое-то число будем находить, и сумму тоже будем находить. Ставьте лайки, подписывайтесь. Желаю вам удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!